Совсем скоро уже Пасха, буду готовить итальянские панеттоны. Это то же самое у них как и кулич, и по сравнению с нашими обычными куличами он более сладкий и надеюсь вам понравится. Муки я беру 430 грамм, 150 грамм сахара, беру также ванилин, можно использовать и ванильный сахар, тот как больше любите. У меня дрожжи свежие, поэтому беру их 25 грамм, если будете заменять сухими, то берите 7 грамм, но я бы конечно больше рекомендовала именно живые дрожжи, потому что с ними тесто всегда получается лучше. 150 грамм желтков, 25 грамм липового меда, 180 грамм сливочного масла и лучше взять масло хорошей жирности, у меня это 82,5%. 50 миллилитров коньяка и еще 190 миллилитров молока. Я решила в этот раз попробовать приготовить на топленом молоке. В качестве начинки буду добавлять изюм, но обычно берется светлый и темный, но в этот раз у меня оказался вот такой и не темный, и не светлый, что-то такое среднее. Взяла его 100 грамм и 100 грамм желтого изюма. Можно также заменять половину, например, цукатами. Хочу попробовать немножко подкрасить тесто для того, чтобы оно было более насыщенным от такого желтого цвета. И буду использовать куркуму. Конечно, лучше было бы использовать шафран, но вот не оказалось шафрана ни у меня дома, ни в магазине, поэтому добавлю немного куркумы. Также будет еще цедра лимона и апельсина. Я все ингредиенты еще дополнительно пропишу в инфобоксе. Заглядывайте в описании под видео, там все найдете. Для начала просеиваю в емкость муку. Я уже все отмерила, поэтому просто муку сюда пересыпаю и просеиваю. Еще хотела обратить ваше внимание, что все продукты должны быть минимум комнатной температуры, поэтому достаньте все с холодильника заранее для того, чтобы успела нагреться. Теперь отправляю сюда сахар, добавляю ванилин и добавлю немного куркумы. Можно, естественно, этот этап пропустить, но хочу в этот раз, чтобы они у меня были более желтого цвета. И перемешиваю венчиком, чтобы сухие ингредиенты смешались между собой. Молоко необходимо подогреть до такой температуры, чтобы палец, опущенный в него, чувствовал приятное тепло, но не обжигался. Я буду подогревать в микроволновке. Добавляю сюда яичные желтки и размешиваю их. Для того, чтобы мед легче велся, я его немножко также подогрей в микроволновке. Теперь добавляю сюда мед. Вот, кстати, видите, он после микроволновки стал более жидкий и его проще, ну, во-первых, переложить отсюда, а во-вторых, проще будет его смешать с желтками. И теперь дрожжи смешиваю с теплым молоком. Теперь молоко с дрожжами выливаю в яичную смесь и перемешиваю. Теперь эту смесь переливаю к сухим ингредиентам. Я буду перемешивать при помощи миксера и буду брать в насадки для теста. Можно это сделать и венчиком, можно сделать вручную, в общем, как вам удобно. И на этом этапе отправляю сюда коньяк. Теперь сюда необходимо частями ввести сливочное масло и соединить все до однородного состояния. Теперь сюда необходимо натереть цедру лимона и апельсина. И надо использовать только цветную часть, так как белая часть будет горчить. Я уже использовала часть цедры для Пасхи. Ну, в принципе, этого количества будет вполне достаточно. Даже маленькое количество даст аромат. Кстати, я первый раз в панеттоне попробовала в самой Италии, еще будучи ребенком. Я занималась в хоре, и мы ездили туда на гастроли как раз на католическую Пасху. Первый раз там попробовала. Она была сделана в форме креста, с цукатами, с миндалем, сверху украшена глазурью. Ну, в общем, у нас и близко такого ничего еще не продавалось, поэтому для меня это еще воспоминание детства. У меня лимон большой, поэтому я буду использовать только, наверное, цедру с половинки лимона. Тем более здесь достаточно такая толстая кожура. У меня этот лимон ассоциируется с мультиком про Чаполина. В такой форме именно. Теперь необходимо тесто собрать в шар. Тесто получается достаточно жидким. Сейчас его необходимо накрыть и поместить в теплое место. Я буду использовать духовку, так как у меня есть режим подогрева теста. Если у вас такого режима нету, значит, можете поставить около батареи, например, если у вас еще топит. Либо же поместить просто в разогретую духовку. И тесто должно увеличиться в несколько раз. Но тут время у всех будет по-разному. В зависимости от окружающей температуры и в зависимости от дрожжей. Поэтому периодически проверяйте. Но вот я буду ждать, пока у меня тесто поднимется до самого верха. Для того, чтобы тесто не заветрилось, его необходимо накрыть. Теперь помещаю в разогретую духовку. У меня в режиме подготовка теста предустановлена температура 35 градусов. Пока у меня тесто подходит, я залью изюм кипятком и оставлю его для набухания. Теперь нам надо перемешать приблизительно минут 5-10 миксером. И проверить тесто на просвет, будет ли образовано глютеновое окно. То есть, это надо растянуть немножко тесто. И оно должно как бы таким прозрачным быть. Но в то же время не рваться какое-то время. Надеюсь, я понятно объяснила. Теперь добавляю в тесто просушенный изюм. Выкладывать тесто необходимо приблизительно где-то на 1 четвертую часть, с учетом того, что это у меня живые дрожжи. Если будете использовать сухие, то где-то на 1 третью часть. У нас тесто поднимется, пока будет настаиваться. И еще поднимется в процессе выпекания. Теперь необходимо заново поставить тесто подходить в подогретую духовку. Я это буду делать все при тех же 35 градусах и режим подготовка теста. И здесь получается так. Чем больше вы ждете, тем выше тесто поднимется. Но вы должны еще учитывать, что оно у вас будет подниматься и в процессе выпекания. Я поставлю где-то, наверное, на час и потом проверю. Но в среднем где-то у меня уходит час-полтора. У меня тесто уже отлично выросло. Теперь буду разогревать духовку до температуры 180 градусов. И буду выпекать приблизительно 25-30 минут. Ориентироваться буду на золотистую верхнюю корочку. И режим буду выбирать верхний и нижний подогрев. И у меня здесь есть функция быстрого разогрева. Поэтому я не буду тесто доставать для того, чтобы оно лишний раз не оседало. Оставлю прямо там и включила быстрый нагрев. Продолжение следует... Подвесила их между спинками стульев. Ничего лучше придумать не смогла. Но здесь главное, чтобы они висели вниз головой для того, чтобы не оседали. Потому что они очень-очень мягкие. Вот даже если дотрагиваешься через форму, то прям чувствуешь, что они такие как бы пушистые. Поэтому, чтобы не осели, повесила их вниз головой. Будут у меня висеть так сейчас всю ночь до полного остывания. И уже утром их переверну, верну на стол. Ну вот смотрите, они абсолютно не опустились. Такими же и остались, как были. Обязательно для остывания подвешивайте. И теперь они, кстати, стали такие более плотненькие. Потому что изначально, когда я дотрагивалась, доставала из духовки, вот они прям чувствовалось, что очень-очень мягкие, нежные такие. Красота! Ну вот такой он получился внутри. На мой взгляд, красавец, красавец. Смотрите, какой пористый. И много изюма. И такой вот прям нежный. Вот дотрагиваешься. И мякость такая немножко как бы влажноватая. И очень пористая. И, кстати, видите, здесь вот такая большая дырочка. То есть, если бы мы его оставили остывать просто на столе, он бы упал. Так что хорошо, что подвесило. И советую вам, обязательно не пропускайте этот этап. Подвешивайте так же. И получившаяся глазурь должна быть достаточно густой, для того, чтобы она потом не съезжала с куличей. Взбивайте до устойчивых пиков. Субтитры сделал DimaTorzok И в преддверии этого светлого праздника Хочу пожелать вам, вашим родным и близким, только самого хорошего, крепкого здоровья и счастья. Всегда отличного настроения. И пусть все беды обходят вас и ваших близких стороной. И рядом с вами всегда будет ангел-хранитель. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok